Не будьте к нам сильно строги Подарок из Сантропе Кто победит, мы или Тудрот? Объективно, я думаю, мы просрём Сухую Мы самый волнительный футбол в жизни Погнали! Подружимся с волками Переплывём океаны И на самолёте Наш брак продержится больше 10 лет или меньше Потому что я не знаю, что такое любовь Тебе вот есть талант, который нужно развивать Блин, ребят, помогите мне, выстрелите А то мне придёт туалет и мыть Мне кажется, настало время познакомить вас кое с кем Я со своей командой могли бы пойти по лёгкому пути Устроить кастинг, куда бы пришло очень много красивых Может быть, не очень талантливых Силиконовых девчонок Мы бы смогли бы собрать из них группу Сисястых, красивых, губастых девчонок Поехали бы на гастроли, начали бы зарабатывать деньги Потому что нашему народу по-прежнему это нужно Поющие трусы, мне кажется, никогда не выйдут из моды Но это слишком лёгкий путь И мне не хочется этим заниматься Поэтому мы взяли под опеку юную девушку Очень талантливую Она сама пишет тексты, сама пишет музыку Очень круто поёт Самородок настоящий И поэтому сегодня я хочу познакомить вас с ней Но мне нужно... Бля, тяжело идти и говорить Мне нужна будет ваша помощь, ребята Она думает, что мы просто, как обычно, поработаем на студии, поболтаем Нет, сегодня будет прожарка И первая... Блять Сейчас И первая проверка на прочность Посмотрим, выйдут ли из неё все эти эмоции Которые она тщательно скрывает Или же всё-таки она сможет с ними совладать А вы уже будете решать дальше Работать нам СМИ или нет Погнали Примеряю новую форму футбольную Потому что сегодня будет турнир по футболу среди блогеров Самая крутая и главная зароба будет между моей командой Тудрот Я смотрю этих ребят Я не знаю, я немного очкою Я не хочу, конечно, упасть лицом в грязь Но их ждёт сюрприз В моей команде будет сборная по борьбе с смешным единоборством По боям без правил Ребята не ожидают увидеть серьёзных пацанов Мы возьмём не тактикой, не техникой А силой и мощью Каждый раз он говорит Ну ты собралась, мы выходим Чё так долго, чё так долго? Реально год здесь у подъезда Ты ещё потом будешь говорить, что я долго собираюсь Ты чё такая вот кондрюжница стала? Саша, ну я бы 10 раз съездила за кофе Пока там ходишь, какие-то круги накручиваешь Непонятно, носочек подтянул Здесь походил, чё-то поделал Слушай, не право Мне 30 лет Секундочку У тебя какая первая цифра? Два У меня три Запомни Пока не сравнялась Навы ко мне Навы ко мне Обращайся Снимай дорогу молодым Малолетка Не трынди Не могу больше Саша, если я не выпью кофе, я умру Ты просто моей смерти хочешь Вот в чём дело Так бы и сказал Я хочу кофе А ты придумал, куда мы едем? Куда же мы поедем, интересно, а? Вот я надел форум футбольную Я имею в виду за кофе, куда мы едем Ты придумал? Слушай, мой мозг может выполнять 20 вещей одновременно Я уже даже знаю, где Старбакс у нас по пути есть И где? И где? И где? Надо посмотреть, что за другие блогеры ещё будет Слушай, что я вреду ехать, пожалуйста Ты меня тут не учи вообще жить, а? Ещё раз меня вот так троится в лицо И я тебе дам пазду Здесь есть Старбакс Зайди туда Ну ты что такая медленная-то, а? И купи сразу бутылок, значит, 10 воды в пакете А донесу я это как? Ну что-то слабое, что ли? 10 бутылочек всего Я не донесу 10 бутылочек и 3 стакана кофе Вот так вот просто делаешь и всё И не умничай Я же беру, у нас кухня не дружит реально Я не дружу ни с чем и ни с кем, пока я не выпью кофе Я тебе сказала, мне сегодня очень сложное утро Мне снились монстры всю ночь Которые меня сжирали после третьей серии «Игры престолов» Я не могла спать спокойно Вы всё время говорите, какая она добрая, хорошая Смотрите, смотрите, это истинное лицо Это истинное лицо человека, который уживается с собой Вот это тоже можно сказать? Можешь меня не перебивать сегодня? Не могу! Я опоздаю на футболы Я сейчас занимаюсь тем, что я ищу парковку для того, чтобы купить тебе кофе, блин А, серьёзно? И 10 бутылочек воды? Блин, отвык я, конечно Ещё во времена дневника Хача Выдавливал из себя вот такое отношение к девушкам Которое вы сейчас увидите Потому что я буду жестить с ней Короче, будет? Челлендж? В общем, я готова Ты вахнешь, как кинзон Перебор древесных нот Отойди подальше, мой род хочет кислород Ты вахнешь, как кинзон Перебор древесных нот Отойди подальше, мой род хочет кислород Ты вахнешь, как кинзон Эй! Что происходит? Чузаки, привет! Как дела? Сзади меня стоит Мия. Сегодня я расскажу вам немного про нее. Здравствуйте! Чтобы вы понимали, Мия поет абсолютно без обработок. Я первый раз, когда услышал, подумал, вот, у нее что, встроенные эффекты в голос? Я думаю, сегодня вы услышите ее потенциал. Косила? Молодец! Спасибо! Ну, ты знаешь, я просто вот несколько раз гонял эту песню, и у меня есть вопрос вообще, но для кого она? Для парней и для девочек. То есть ты думаешь, что это будут слушать парни? Конечно. Как слышно? Я вам покажу кое-что. Пока никто не видит. Та-дам! Мы добрались до нашего номера. Да. Это рабочее место тут, я буду отправлять письма. Здесь я буду делать макияжи. Я буду бриться вот здесь. Да. Все пациенты берутся в ракону, да? Да. Мы в La Reserve Remetuelle. Это... В Сантропе. Да, и знаете, какая у нас программа? В 8 утра. Зарядка. В 9 завтрак. В 10 двухчасовая энергетическая прогулка. Потом ланч. Потом скраб. Потом массаж. Потом криотерапия. Пресс-терапия. Динер. Уэл-бинь. Короче... Ну, я начну свою оздоровительную программу прямо сейчас. Да ладно, я вам как раз вот бутылочку еще раздаю. Ладно, вот мне тоже что-то есть кое-что. На самом деле об этом и обо всем потом. Сейчас. Хочется просто насладиться этим видом, этим моментом. И еще раз всех вас проинформировать о том, что мы собираемся смонтировать клип из ваших видосов. На песне «Люби меня, люби». Из ваших видео должно получиться одно большое крутое видео про любовь. И это очень клево. Ребята, наши пожелания. Видео в хорошем качестве, горизонтальное. Пожалуйста, будьте креативными. Покажите всю вашу любовь и все, что вы вообще чувствуете по отношению к вашему любимому человеку. Пускай это будет любимый кот. Мне писали, Саня, писали в комментариях, что делать, если у меня там доход и нет любимого человека. Снимайте с котом. Все будет круто. Волнительно, столько будет зрителей. Один вопрос. Кто победит, мы или Тудрот? Мы! Еще раз. Кто за нас? Мы! А Тудрот? Мы! Тогда, красавчики, со всеми сфоткают. Как дела? Готовы? Ты видел команду, которую я привел? Нет. Нет. А это он сказал, что мы на сухую? Серьезно? Ты сказал, что ты нас порвешь на сухую? На сухую? Ничего себе! Ты вообще обалдел! Смотри! Он не боится никого! Он маленький Мбаппе. Бля, если боятся, то ты проиграешь 100%. Мы их порвены, я, кстати, уверен. Они слишком самоуверены. Эта молодость, она такая обманчивая. Когда ты думаешь, что ты круче всех, сильнее всех, мощнее всех. Это не так, ребята. Сила вот здесь вот. Смотри на мою команду просто. Мбаппе. Смотри. Фигой себе! Испугался сразу. Что, ребята? У меня к вам вопрос, девочки. Вы тут по своей воле или вас заставили? По своей. Мы за локомотив болеем. Боже, мое сердечко дважды разбилось. Какие молодцы. А сегодня вы за какую команду болеете? За отряд напитка? За напиток, конечно, вот. Круто. Девочки в футболе. Ну что, пора представить нашу команду. Это Альфред. Мой тренер. Рвать, убивать. Ну, как обычно. Сопли, кровь, говно. Мухаммед. Наша стена. Наша защита. Виталик. Я хер знает, нормально он стоит или нет. Но мы это проверим. Одно пропущенное. Удар по печени. Тренер тренера. Он же инструктор по сексу. Да. Золотые слова. Нам надо четко выработать на выносливость. Это самая лучшая тактика. А теперь серьезно. Вся надежда на вас. Вы профессиональные игроки? Да. В Штрогино играл. Это Артем. Это Андрей. А ты руководствовался, когда собирал свою команду? Ну, друзья, с которыми я занимаюсь в зале. Что я сейчас позвоню Диме Тарасову Мирончукам? Это слишком просто. Надо быть трушными. Всегда. Сказали. Твоя команда какая? Моя команда тех, с кем я занимаюсь. Понимаешь? Спортом. Все. Я их и позвал. И мы их будем выносить. Не важно, что мы будем играть 30-летние лбы против 15-летних малышей. Мы будем их выносить жестко. Никакой пощады вообще. Мы что танцами занимаемся или футболом, брат? Ну что, ребята? Мы целый месяц не увидели? Угу. Не собирались вот так. Что у нас произошло за этот месяц? Какие есть продвижки вообще? Мы записали несколько прям бомбовых демок. То есть у нас есть хип-хопчик такой качевый. И сейчас прям лаха-дэнса готовская штука пошла. Два очень глупых трека, мне кажется. Потенциальная хип-хоп. А, Дэн, а чего у нас по поводу концертов? Жди, вот эти вот бомбовые треки, что нужно возвращать. Потому что пока на программу не хватает. А сейчас мы уже есть. Выпущенных? Да. Три. Ну что же программа? А у них еще три. У меня главный вопрос просто. Почему такая слабая и маленькая работоспособность? Это вопрос реально вам двоим. Мия, чем ты занята? Ну и все. Ну и все. Окей. То есть у тебя диплом и работа теперь появилась. Да. Что за работа? Да я не делаю. Зачем ты ему сказала, что я работаю? Ну, у меня такая логика. Пока я не могу зарабатывать на концертах, а я раньше на них зарабатывала, уже выступая с каверами. Ну? А сейчас я не могу этого делать уже потому, что я артист. И программы нет, чтобы выступать. Я устроилась на работу. 50% работа, 30% диплом, у тебя остается 20% музыка. Для меня музыка важнее. Ну, пока что это не видно. Вот она и вытекает, твоя работоспособность. За месяц 4 демки, одну песню. Угу. За месяц. Есть студия, есть Андрей, который не загружен. Вот, пожалуйста, приходи сюда и что-то делай. Я знаю то, что ты за весь месяц была там 4 раза на студии. Для того, чтобы что-то выстрелило, нужно фигачить нон-стопом. Ну, то есть, все возможности есть. Ох, ребята, мне иногда кажется, что я нахожусь во сне каком-то. Просто столько событий, столько стран клевых, столько людей интересных вокруг. Я каждый день встречаю. Круто. Мне повезло, наверное, во многом. Желаю, чтобы и вам повезло. Ужас. Ну, вы поняли. Ну, что, как ощущения? Я усму. Я тоже. Интересно. А вот массаж, когда женщина делает. Это считается изменой? Ну, серьезно. Она просто меня так по ягодицам водила. Вот, ну, прям. Ну, это же как доктор. А, ну, да. Обалдел. Песня, кстати, прикольная. Я не люблю тебя. Я не люблю тебя. Очень прикольно. Может быть, записать такое? Запиши. Да? Занимешься в клипе? Как мы расстаемся. Представим просто. Давай, ну, интересно же, как бы. Очень интересно. Давай. Как нам расстаться? Давай. Не как нам расстаться. А мы расстаемся. Слушай, что? Я, например, знаю, как я бы с тобой расстался. Как? Проснулся утром бы. Подошел бы. И сказал. Я ухожу. Я не жалею попрошено. Значит, так должно бы случиться. Как бы ты отреагировал на себя? Просыпайся и говорю. Маш, я уже все. Я тебя разлюбил. И больше не хочу жить с тобой. Блин, это на самом деле очень грустно. Потому что, когда человек разлюбил, он, кстати, ничего нельзя сделать. Он поможет чувствовать. Ты же можешь разлюбить. Реально. В какой-то момент и все. Я вот, кстати, не знаю, что люблю я тебя или нет. Потому что я не знаю, что такое любовь. Кто знает, что такое любовь? Что это? Как бы привязанность такая? Хорошо. Некое чувство влюбленности. Какие-то вот такие вот позитивные эмоции, которые ты мне даришь каждый день. Это и есть любовь или нет? Или все-таки... Ты когда... Просто мы стали взрослее и привыкли уже друг к другу. И вроде как вот нам общество навязывает, что ну вот вы любите друг друга. Каждый день нам говорят любви вам, любви, вы любите, люблю там и так далее. Вот это само слово, что это такое? Любовь. Ты можешь точно сказать, что ты меня любишь? Да. Молодец, поздравляю тебя. Знаешь что? Любят не за что-то, любят просто потому что. Вот просто потому что. Я когда о тебе думаю, у меня внутри прям сжимается все. Серьезно? Я когда о тебе... Я иногда когда о тебе думаю, у меня тоже как бы... Разжимается. Да, у меня пристает. Саша, ну мы с тобой говорим про тонкие материи, а ты опять... Ну а это... Вот... Я вот так вот меряю свою любовь. Я ни о какой другой девушке не думаю, чтобы он сразу встал. А о тебе я думаю... Я просто обожаю тебя трогать. Куда я денусь без тебя. Guys... Маша чуть-чуть приболела, я один на прогнатке. Очень красивый здесь. Хочу, чтобы вы сейчас в комментариях оставили четверостишь и использовали два слова Сантропе и Лаве. И у кого будет больше всего лайков, тому я отправлю очень интересный, эксклюзивный подарок из Сантропе. Шатоу Ле Валентан. Презент для моих подписчиков, это хорошо? Нет, нет, нет. Этот презент едет из Сантропе. Условия вы помните, так что дерзайте. Жасмин хорошенький цветочек, он пахнет очень хорошо. Понюхай, миленький дружочек, аромат его. В чем прикол? Ну не знаю, не понимаю. Четыре первые вопросы берите. Жопа! Спасибо, Галя. Будет ли у меня миллион подписчиков к концу года? Будет, не будет, будет, не будет, будет! Будет! Ой, блядь, чуть бутылки не разбил. Ну, с любовью у меня все нормально, это ты можешь погадать. Я боюсь, а вдруг нет. Давай попробуем. Са-ва, са-ва па. 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 Са-ва. Мерда! Мерда! Путан! Путан! Гребаная ромашка, блин! Все, не верим ей. Ну, миллион подписчиков у меня будет. Ха-ха-ха! Ребята, хелси тур не является хелси туром, пока ты не выпил вина. Мерда! Мерда! Ребята, кто не знает французский, учим со мной. Паша побольше, ну и мне столько, сколько Паша. Ребята, до дна надо сразу, чтобы больше не возвращаться. Ребята, вы не подумайте, я не убегаю. Я просто понял, что там наверху нам захочется открыть еще одну бутылочку розе. Поэтому всегда думайте про запас. Торпеды. Ребята, тут прямо просто фантастика. Все думают, что Сантропе это только тусовки, тёлки, вечеринки. Это так. Но еще это офигенная природа. Ес, мы это сделали, ребята. Вау! Круто! Вообще огонь! Блин, это, конечно, второе по красоте место теперь в моих воспоминаниях. Первый все-таки Лос-Анджелес, Рейнин Кэннион. И на третьем Бали, если вы помните, когда я поднимался. Мы уже у самого подножья. Мы начинаем двигаться вон туда. К вулкану. Вали, детка! Мася, ты как, малышек? Нам тебя не хватает. У тебя тут таблеточки, лимон, водичка. Ну что с тобой? Я на горе пил за тебя, за твое здоровье. Мы говорим на здоровье! На здоровье! Мы говорим на здоровье! На здоровье! Мася, я переживаю. Я переживаю. Ты очень горячая. Я один раз отравился Туной в кофемане. Я клянусь, это был просто выход беса. Меня трясло вот так. Поэтому у Маши не Туна была. Я думаю, что... Я даже не знаю, что ты честно говоришь. Я тоже не понимаю, что. Сегодня ночью, когда Маша просыпалась, ей было очень плохо. Мне самому было плохо. Я не знаю, пацаны, как у вас, когда у вас, у любимых девушек такое происходит. Но я про себя думаю, просто передайся все мне. Потому что я мужик, я выдержу все это. Я не могу смотреть спокойно, когда твоя девочка вот так вот. Как ты думаешь, сколько мы за все время уже потратили на продвижение твоя? На. Несколько миллионов. Ну, фига себе. О, фига себе. О, фига себе. О, фига себе. Если мы ему потратили нескольких миллионов, и ты такая, ну, знаешь, и... Ну, блядь, курия, у меня работа. Не, ну ты трать, конечно. Чего? Продолжай. Даша, ну я же не знаю. Нисколько. Ну, скоро лям будет. Да. Я бы просто не знаю есть. Где-то там внутри, вдалеке колокольчик начинает потихонечку звонить. Типа, а, блядь, правильно ли вы все делаете? Да, да, да. Ты начинаешь переживать, все, в твоей сумочке три шоколадки. Пикник, сникерс, макс, все, блядь. Залетает от тебя внутрь. Что? Ну, а что, такого не было? Когда мы с тобой... Нет? То есть ты сейчас выдаешь? Я не ела шоколадки. Когда я принес тебе песен... Да, я ела мороженое. Нормально вообще. Потому что там жарко было. У них это Киевси, знаешь, как что? Как у нас какой-то супер рейстик. Там люди на Порше приезжали, вот такие все. Какая разница? Должны думать об этом. Слушай, ты думаешь какая-нибудь там, не знаю, Светлана Лобода или Нюши, или еще кто-то. Они не хотят жрать Киевси после каждой съемки. Ты скрываешь свою фигуру широкими штанами, худосами. Тебе сейчас сколько? 19 лет? Нет. 20? Ну сколько? 22. Ну смешно. Ну, как говорится, 22-25, у тебя уже начнет жопа расти. Ой-ой-ой, и что мы будем там, блин? Скачать будем Мея. Мея, это что? Если я в чем-то не прав, ты скажи. Но тоже себя насиловать, есть огурцы только? Я не говорю есть огурцы, но ты без вороженого с Киевси можешь выжить. То есть ты хочешь сказать, что твоя сила воли, она вот такая вот слабая, да? А когда ты поедешь на гастроли, и там какой-нибудь диджей тебе скажет, блин, в Нижневарковске. Мея, ну что, пойдем там, по ноздре двинем, блин. Нет. Один раз ты откажешься, второй раз ты откажешься, а третий из-за того, что ты будешь спать, хотите, или новых ощущений, ты согласишься, да? Ну а почему, с какой уверенностью ты можешь, если их нет? Ну потому что я себя знаю. Ну это не аргумент. Силу воли нужно выращивать от мелочей. Я тебе себе говорю, если ты хочешь быть нормальным, крутым артистом, тебе нужно следить за собой, нужно работать вон с домом. Я не говорю тебе, что надо бросить ключом сейчас, или там не работать, да? Но все оставшееся время нужно заполнять полностью. Если ты не хочешь превратиться там в продюсерский проект, где тебе будут говорить, вот там, как марионетка, иди сюда. Этого никто здесь не хочет. Ты должна быть локомотивом в собственном проекте. Согласна? Да. Ну и все. Ну что, у нас отряд напитка, текила, абсцент, пиво, водичка, черный крепкий чай, джин, шамбука и кока-кола. Сегодня эта горячая смесь будет разрывать малолеток. Отряд напитка! Хэштег со мной опять никто не сел. Марина, как дела? Отлично. Объективно, я думаю, мы просрем. Но вот тут где-то внутри я верю, что есть еще порох в пороховницах. А пока у вас есть время, вы еще не знаете результат, обязательно влепите сейчас вот такой жирный лайк, подпишитесь и напишите, с каким счетом мы обыграем тут рот. Ну или проиграем, я не знаю. Отряд напитка. Ну что, свои прогнозы давай. Ну у вас с разницей в три мяча, наверное. Пацаны, готовы? Один мяч, десять тысяч рублей. По пятерику, один мяч по пятерику. Разница. Давай, один по пятерику. Не поставляйте меня. Пацаны, Макс, Мухаммед, это наши пацаны, это наши ключевые игроки. Да нет, слышь, давай подвухи. Нет, 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 нет. Пацаны, тут рот. Физкульт, привет. Отряд напитка. Ну что это было такое? Пять тысяч, Саня, пять тысяч за гол. Я не поняла, он что, на деньги спорил? Ой-ой-ой, как пробил он прямо на штуну. Бабе, держите втроем, он опасный. Гол! Нужен гол! У-у-у-у! Ясгол! Ушли! 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 Пойдем сейчас помирим молодых, чтоб не ругались. Ушли! 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 Мбабе, ты меньше всего играл, тебя не ценят, не выпускают вообще. Ценят, его блять в рот. Два мяча, давай, с вами. Давай, на. Братан. Ушли! 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 Бля, это что-то с чем-то. 2-2. Закончился полуфинал, и сейчас будут пенальти. Братан, пожалуйста. Ушли! 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 10 штук там! Ну, как говорится, я же вот так смог заскринить. Ты? Кто-то еще там лучший друг, блин, заскринил, снял это и выложил. И потом люди влюбились там в твой голос, в твой образ, потом они такие хуяк, с ним все разрушилось. Хорошо. Ударю тебя из лучших друзей. Ха-ха-ха! Нормально! Мне нравится, что он старается. Я тебе добавила лучшие друзья за тем, чтобы ты наблюдал за моей повседневной жизнью. И вдруг ты что-то заметишь во мне то, чего я в себе не замечаю, и скажешь, вот мне на этом можно сыграть. Я и так тебя заметил за твою особенность петь и сочинять. Но если ты шагнула в сторону того, чтобы стать артистом, то все, выдерживай до последнего этот образ. Понял. Тяжело мне было давить на молодую и юную девочку. Но мне кажется, она держала удар, да? Честно говоря, я от вас ничего не скрываю. Я постоянно с вами советуюсь. Если вы считаете, что Мия достойна того, чтобы мы с ней работали, что она клевый артист, поставьте лайк. Плюсаните в комментариях. Если считаете, что нет, вообще непонятно, кем ты занимаешься, напишите в комментах, почему. Может быть, у нас откроются глаза и, может быть, мы присмотрим наши работы с ней и у нее дальше все попрет. В общем, ждем ваших комментов. Надеюсь, что вы нам поможете. Ты хочешь дубль-2 сделать? Я хочу, чтобы сегодня гадала Маша. Что тебя волнует в этой жизни? А вам не жалко ее срывать? Ну, конечно, нет. Мерда! Питон! Гребаная ромашка, блин! Прости, ромашка. Это не ромашка, кстати. Гребаная ромашка, блин! Наш брак продержится больше десяти лет или меньше. Ну, давай! Ну, да отчеты! Ну, судьба, ты уже взяла, давай! Судьба, ты бери свой цветок на него и гадай! Да нет, давай! Ну, пожалуйста! Больше десяти или меньше! Отвали! Ну, давай! Ну, давай я тогда, пожалуйста! Давай пойдем! Нас ждут! Тогда я все, я гадаю! Нет! Гадали! Ну, пожалуйста! Иди! Я вот уверен, что больше, но надо проверить на сто процентов! Ну, уверен, иди, что гадает! Ну, дай, дай ромашку! Да! Ну, пожалуйста! О! Давай! Создавать Маше ее влог или не создавать? Создавать, не создавать, создавать, не создавать, СОЗДАВАТЬ! Создавать, не создавать, не создавать, СОЗДАВАТЬ! Я очень много раз в жизни обжигался. На моем пути были псевдопродюсеры, которые советовали всякую херню. На самом деле, я заблуждался. Я вижу, я бы не стал поддерживать тебя и не брал бы под опеку, если бы не чувствовал, что в тебе вот есть этот талант, который нужно развивать. И хочется, чтобы все это услышали. Спасибо! Сейчас время такое, что голоса и таланта абсолютно недостаточно. Ты же видишь, да? Там на первом канале есть голос, где каждый второй, он круто поет. Нужно иметь целостный образ, нужно работать над собой, нужно находить свою фишку. И только после этого ты сможешь зацепить маленькую аудиторию и уже потом расти, расти, расти. Сейчас у тебя этого нет. Нужно просто много работать. То, что я как бы прошу тебя, то, о чем я прошу Андрея. Ты молодая девочка, тебе нравится рэпчик, но мне бы хотелось видеть тоже больше лиричных песен, попсовых песен. Потому что, видишь, мы улетаем. Хорошо же зашло. Нужно искать себя еще, пока у тебя нету груза ответственности. Ты не можешь экспериментировать. Как я там поэкспериментировал с Биллом. До свидания. Видишь, мои эксперименты не проходят. У тебя есть крутой голос. Ты умеешь выстраивать мелодические линии. Ты умеешь сочинять. Это то, что нужно. Ты можешь саундтрек забацать к моему влогу? К ребяткам? Да. Правда? Как бы им решать. Они скажут, блин, нафиг тебе это мне нужно. Ребят, пожалуйста. Или наоборот, ты сейчас растрогаешь и все. Они как бы скажут, нафиг я тебе нужен. Нет, мы друг другу нужны. Я думаю. Давай. Ну это, то они тогда подписчикам посвящаются. Давай. Не будьте к нам слишком строги. Подписчики напитков влога. Мы для вас. У тебя пухло, мать. Мы для вас. Не будьте так сильно строги. Подписчики напитков влога. Мы для вас. Не берите второй мяч. Мы для вас. Я сказал, повторю, не живи. Храним каждый день, ищем повода, чтобы что-то слать. Его показать. И... 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 Я себе сказал, что если я через полгода, как мы начали работать с тобой, не выстрелю, то я пойду мыть туалеты к богачам. У нас месяц. Блин, ребят, помогите мне. А то мне придется туалеты мыть. Ладно, на самом деле мы еще подгадаем выход этого выпуска так, что в этот же день у Мии выйдет клип «Дикая ламба». Да. Ссылка будет в описании. К кому зашла Мия, зайдите, поддержите. Давай. Не обижайся. Не обижайся. Не обижайся. Не обижайся. Я просто соскучился. Медавно не увидимся. Не обижайся. Спасибо.